Согласитесь, что все без исключения ищут универсальный ключик от всех дверей. Они хотят найти в потоке вечно изменяющейся жизни то, что не меняется. Они думают, если что-то кому-то подошло, если где-то кому-то повезло, то у них будет точно так же. Но, друзья, тут есть один маленький нюанс. У вас будет свой опыт, своя ситуация, свое видение происходящего. И самым правильным будет быть готовым ко всему и действовать по ситуации. Так что запомните, друзья, у вас будет свой опыт, своя ситуация, своя реакция на происходящее. И свое видение реальности, которое в конечном счете повлияет на результат. Так что, друзья, как же найти работу в Польше без посредников? Давайте разберем в этом видео. Погнали! Наконец-то, друзья, нашел самый выгодный вариант перевода денег из Польши в Украину с помощью сервиса MariaEvronet. До 30 апреля все переводы из Польши в Украину независимо от суммы 0 злотых и по очень хорошему курсу. Но даже несмотря на промо-акцию с приложением MariaEvronet, это небольшая оплата за перевод в Украину. 6,99 до 1000 злотых и 14,99 от 1000 до 3000 злотых. Мне нравится, что нет никаких дополнительных оплат и комиссий и очень хороший курс. Практически мгновенное получение перевода в приват на карточку либо счет. И в этом году банковский перевод на карту либо счет будет доступен почти в любом банке. А это, друзья, огромный плюс. Так что, друзья, при выплате в отделениях перевод доступен в течение пары минут. При переводе на банковский счет либо карту до 30 минут. А это реально быстро. У вас есть возможность воспользоваться сервисом и сделать перевод бесплатно. Тем самым, лично убедившись в высоком уровне, удобстве переводов и реально выгодном курсе. И бонусом ко всему этому будет то, что сервис MariaEvronet позволяет переводить деньги из Польши в более чем 160 стран. А таким размахом вряд ли кто-то может похвастаться. Ссылочки на сервис и на приложение будут в описании. Чтобы ответить на данный вопрос, нужно понять некоторые моменты. Система в Польше, связанная с трудоустройством, построена таким образом, что большие и крупные предприятия, это касается тех, где большая и огромная текучка кадров, и, кстати, это большинство таких предприятий, предпочитают работать с фирмами, которые занимаются подбором и поиском персонала. Но почему так? Потому что им в своем штате невыгодно держать сотрудников, которые будут этим заниматься. И с финансовой точки зрения это очень выгодно и разумно. Как правило, самые привлекательные вакансии забирают польские фирмы, и их разбирают сами поляки. Нашим фирмам достается сложная, непривлекательная работа, на которую сами поляки неохотно соглашаются. Но не стоит забывать, что везде есть исключения. Также эти же непривлекательные вакансии есть и у польских фирм. Об этом тоже не стоит забывать. Теперь подумайте сами, друзья, на какую работу возьмут человека, от которого не требуют никакого опыта, ни знания языка. Конечно же, на сложную физическую работу. И об этом почему-то многие забывают. К этому надо просто быть готовым. Конечно, специалисты там тоже нужны. Но это все-таки связано со стройкой, либо с IT-сферой. Конечно же, возможно, там нужны еще и повара, врачи. Большой популярностью пользуются там водители на фурах, сварщики. Но даже несмотря на это, вам все равно придется искать лучшую работу, лучшие условия, лучшее место труда. Лично вам, непосредственно находясь там. Просто будьте к этому готовы. Все агенции по трудоустройству извлекают выгоду из вас. Такой там бизнес. Они также заинтересованы вас, как вы в работе. Просто помните об этом. Без фирмы по трудоустройству, так сказать, без посредника, можно устроиться в маленькую фирму в Польше. И то, там надо знать язык на уровне. Нужно находиться в Польше, иметь все разрешительные документы, такие как визы, карты побыта и так далее. Устроиться без посредника на завод, фабрику или склад, если есть там такая возможность. Можно только поработав там и хорошо себя зарекомендовав. Теперь, зная вышесказанное, давайте, друзья, попытаемся ответить на вопрос, как же найти хорошую работу в Польше без посредников. Нужно знать язык, нужно находиться в Польше, нужно иметь все разрешительные документы, такие как визы и так далее. И нужно искать работу самому, через, допустим, своих знакомых, либо через сайты объявлений в Польше по поиску работы. Бывают случаи разные, и нужно быть готовым к любому повороту событий. Но если вы, например, уверены в себе и в своих силах, вы можете взять с собой деньги и поехать в Польшу по безвизу, если, конечно, вы с Украины, и там уже ориентироваться по месту. Но для этого надо знать язык. К сожалению, для многих желающих получить работу в Польше, и, к счастью, для агенции по трудоустройству, вы, как ни крути, будете иметь дело с этими агенциями. От получения приглашения на работу для открытия визы, до непосредственного трудоустройства на работу. Но также не забывайте, друзья, что вы можете поехать на работу в Польшу через своих знакомых, которые уже у кого-то там работают, и могут просто вас туда подтянуть. Особенно это касается стройки. Помните, чтобы найти хорошую работу в Польше, нужно находиться в Польше или быть востребованным специалистом, хорошо знающим язык. И когда вы будете находиться в Польше и будете соответствовать всем необходимым требованиям, уж поверьте, друзья, вы найдете в Польше работу быстро, без проблем, можно так сказать, за час. Но какая это будет работа? Это уже совсем другой вопрос. Какие вы преследуете цели, какие у вас желания, и такой будет результат. Помните об этом. Хочу предупредить, как правило, работа там физически сложная. Жилье, несколько человек в комнате. Просто не стройте себе иллюзии насчет этого. Все фирмы по трудоустройству хотят на вас заработать. При этом решать за вас какие-то проблемы они не спешат. Потому вам нужно будет самому решать свои проблемы и искать лучший вариант работы. Как правило, первая работа вам не понравится. Просто знайте. И вам нужно будет искать другую работу. Именно поэтому лучше иметь с собой запас денег, который у вас никто не заставляет тратить там. Вы учите 100-200 польских слов, вы учите построение предложений. Это очень важно. И вам это ничего не стоит, но вы приедете подготовленным. Зная уже польский язык и находясь в Польше, можно найти с легкостью работу, где больше будут платить. И вы знаете, друзья, польская реальность очень сильно отличается от ваших представлений, от вашей картинки, которую вам создали о беззаботной европейской жизни. Реальность там такова, что вы будете работать много и не всегда будете наслаждаться той европейской жизнью. Я бы сказал, что реальность там очень сильно кусается. И первый раз, когда вы едете, как правило, вы разочаровываетесь. Особенно, если вы соглашаетесь на рыбные, мясные и конвейерные заводы. А там, кстати, работа, ой дай боже. Так что помните об этом. Спасибо за просмотр. Пока.